всем добрый день канал киты класс андрей щетников и пришла пора подвести итоги роликом луч лазера в мыльном пузыре если вы их не смотрели вот на них ссылка и ответить на вопрос который там был задан объяснить явление я явление повторять не буду в чем состояла а сразу же перейду к двум обсуждавшимся гипотезам одна гипотеза состояла в том что луч лазера касающийся макушки пузыря захватывается им как волноводом как световодом лучше сказать и идет внутри потом каким-то образом достигает низа и выходит а вторая более правдоподобная как видится заключалась следующим но прежде чем я ее сформулирую надо различить два понятия геометрического луча света не имеющего ширины сначала я такой луч буду рисовать и луча лазера который все-таки имеет какую-то толщину по-английски это просто два разных слова первое это рей луч не имеющий ширины и второе бим обычно говорят лазер бим ну и вот я сначала такой лазер рей нарисую вот он упал на поверхность здесь это все равно что очень тонкая пластинка наша мыльная пленка поэтому от этой пластинки часть луча отразится так что угол падения будет равен углу отражения а часть пройдет насквозь здесь на второй пластинке произойдет то же самое но теперь отражение пойдет внутрь мыльной сферы дальше у нас возникнет прямой луч который прошел практически не исказившись насквозь а вот этот лучик ушел вниз здесь он внизу снова должен отразиться но также и пройти насквозь пластинки ну и вот таким образом один геометрический луч себя ведет а дальше нам надо рассмотреть целый пучок таких лучей которые составляют собственно луч лазера упавший сюда на макушку мыльной мыльного пузыря и мы посмотрим на то как этот пучок себя ведет в модели которые я сделал в программе алгуду то что вы видите на экране это не просто окружность а очень тонкая оболочка которая изображает мыльный пузырь и вот мы к ней подводим лазерный луч который опять таки имеет некоторую ширину на изображении на самом деле она у него имеется лишь для того чтобы его хорошо было видно а так это линия без ширины вот мы подвели и видим то о чем я говорил когда рисовал картинку на доске отражение от оболочки луч прошедший насквозь оболочки и луч который после того как прошел оболочку снаружи внутрь отразился от внутренней поверхности а дальше прошел по как бы по наклону ну и даже если пригладиться видно второе луч такого же рода только очень очень слабо вот мы сейчас пошевелим ну и как бы три основных луча видно четвертый и тем более следующие уже практически не видно ну а теперь мы сделаем все тоже с лазерным лучом составленным из отдельных геометрических лучиков то есть имеющим некоторую ширину вот мы его подводим и часть уже преломляется проходит и уходит за пленку пленку а некоторые отражались а некоторые еще не проходили но теперь уже теперь уже мы видим полную картину прохождение отражение преломление и вот то что падает вниз это и есть те самые лучи которые давали картинку на нижней поверхности стола и на вертикальном экране спасибо вам за внимание